К этому моменту штанги весом в 107 килограммов. Первым подходом вышел Тодор Ченков из Болгарии 107. Ну и из главных действующих лиц, пожалуй, все. Готовимся увидеть бельгийца Тома Гюги Бойера. Также к штанги весом в 109 килограммов, но это будет еще чуть-чуть позже. Я думаю, что следующий подход. Вот так вот хлестко выступает Олег Сергеев. Он заводил себя еще после торжественной церемонии вот такого приветствия публике. Он зашел в зал, ну и перед такими криками давался всем понять, что он здесь собирается быть хозяином. Олег Сергеев выиграл чемпионат Европы в 2011 году, я говорил, в прошлом году проиграл. Христово в борьбе проиграл. Ну и сейчас пытается отстоять титул чемпиона Европы. Его традиционный соперник, но традиционный не только для Олега Сырги. Том Гюги Бойер соперник на протяжении последних 15 лет. Да, и для всех, кто выступал на таком уровне, на подобных континентальных и мировых первенствах. Том Гюги Бойер из Бельгии, ему 38 лет. Но на протяжении долгого, длинного периода Том Гюги Бойер выступает и выступает вполне успешно. Так он участвовал в Олимпийских играх в Лондоне, был 12-м. На последнем чемпионате Европы был 8-м. Но все время, все время здесь, все время, кстати, и рядом. В 2010 году, то есть 3 года тому назад, Том Гюги Бойер получил бронзовую медаль чемпионатике Йоша Пратче. В прошлом году он выступал на чемпионате Европы среди взрослых, но тогда в борьбе, называется, добрался до 6-го места. Но сейчас он, я думаю, что претендует на более высокие места. Начинает он достаточно высоко, 110. Проскочила улыбка, когда, видите, засчитали судьи этот подход, 110 килограммов. Уверенно себя несет испанец, видите. Тоже качество, которое в прошлом году самый молодой болгарин, 19-летний Тодор. Это более опытный болгарин Асен Мурадов, которому всего лишь 22, а не 19. Заявил для первого подхода в рывке 114. Ну вот Олег Сырги, конечно же, сильнее вот этих ребят априори во втором движении, в толчке. То есть в прошлом году Олег Сырги на чемпионате Европы столкал 146 килограммов. Но дойдут ли вообще сегодня кто-нибудь с соперниками до подобных высых, большой-большой вопрос. В Ахтиле у его соперников есть у нас только 136, ну и выше. И только Назаванин может попробовать поспорить в сумме двоеборья с подобными результатами. Том Гиги Бойер. Вторая попытка 110, после неудачи на 109. Если я не ошибаюсь, нам показали вот так вот фрагментарно отца Тома Гиги Бойера. Профессионального тяжелоатлета в прошлом. Но вот последние несколько лет Том говорил, что он под его началом не тренируется. Конечно же, он тренируется по своей собственной системе. За годы пребывания в тяжелой атлетике фактически тренер Тома Гиги Бойеру не нужен. Тома Гиги Бойера. Тома Гиги Бойера. Расстраивается Тодор Кенков. Ну а мы двигаемся дальше. 111 кг. На штанге к этому весу никто не хочет выходить. Судя по предварительной заявке на табло в зале, 113 кг будет следующий вес. И по 113 кг собираются пройтись сразу и прачи, и Кёги Бойер, и Олег Сырги. Олег Сырги, Мордово, Сырги, Мордово, Сырги и Мордовис. Уменьши, Мордово, Сырги, Мордово. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok результату олега серьги посмотрим насколько осен мурадов прибавил во втором движении за этот год прошлом году было только 136 . сегодня мне кажется он может больше посмотрим вся борьба впереди олег сын ги против асена мурадова самый легкий веселой категории тиране второе упражнение когда штангу надо уже толкать начинается буквально через несколько мировей 133 килограмма на штанге и первый подход асена мурадова из болгарии эти все таки болгарский штангист собирался начинать 130 но решил все таки выйти на помост для первого подхода на 133 посмотрим насколько ему вот по этому подходу по плечу сегодня 140 и больше как планирует олег сергей мне кажется что вполне может прибавить осен мурадов но если 10 килограммов то там 78 так уж точно посмотрим как пойдет и так пока осен мурадов вы помните два килограмма выигрывает у олега сырги в рывке но он уже сделал первый подход а молдавский штангист пока еще на помост не выходил к этому моменту что произошло татар тянков из болгарии 130 килограммов соответственно мелько с карантину из италии 132 и польский штангист за першевич 130 килограммов первым подходом уже сходил но и соревнования еще только-только начинают обороты во втором движении тодор ченков вторая попытка 134 олег сырги лидер и лидера соответственно фаворит номер один в этой весовой категории будет начинать 140 килограммов еще в бранче из испании 135 тяжело дается второе движение для молодого болгарского штангиста тодора ченкова и первый подход на 130 тоже был таким тяжелым но все-таки эффективным ведь а на втором подходе у него сразу фиаско спортсмены жалуются что здесь зале в албании достаточно холодно пото россии которые два дня тому назад в полном составе прибыла сюда в албанию на этот чемпионат европы что нетрадиционно обычно подгадывая под свои выступления прибывают атлеты ну и супер тиши приезжают где-то ближе к концу чемпионата европы 1 кого я увидел в расположении сборной страны был супертяж русаново бегов выступать здесь на этом турнире вот для этого неделю он пройдет в таком морском пансионате и какая дачная атмосфера но при этом за пределы выйти это что тяжело пансионата море не столь дружелюбным потому что откровенно холодный ветер дует но посмотрим говорят тренироваться там не так плохо пока российские сангисты тренируются пока еще соревнуются здесь в тирана ну а завтра первые светлана черемшанова в женской части чемпионата европы выйдет на помост первый из российских участниц 135 килограммов первая попытка молодого испанца ёшуа бранчи брачи всего лишь 20 лет говорил уже о том что к нему так внимательно присматриваемся потому что если сегодня бы он не смазал 2 3 подход в рывке на 113 килограммов то он был бы не на четвертом месте а гораздо выше был бы он на третьем и потому что вот сейчас начинает толкать сто тридцать пять килограммов вполне ёшуа брачи зубы на этом турнире сматиться и выбраться в медальную группу посмотрим удастся ли его с рывком сто десять килограммов это проделал первый подход на втором движении достаточно уверенный поляка мация прожипет прожипер кевич вторая попытка 135 килограммов его результат в рывке вообще самый низкий 100 килограммов то есть девятое место поэтому в сумме двоеборья конечно же ему до медалей добраться будет просто то что не просто просто невозможно устав матча густо и на улице долгий галагру а а а а Турнирная ситуация заставляет ответов, видите, очень близки друг к другу соперники, так что вынуждена, там кто-то, Том Гюгебойр, видите, здесь 131, неудачным первым подходом, видите, сейчас переносит на 4, 135. Рискуют, рискуют участники. И видите, рискуют не зря, не зря Том Гюгебойр не пошел повторно после неудачи на 131 килограмм, на тот же самый вес, листы перенес на 4 килограмма больше, ну и вот он успех. Том Гюгебойр сейчас вышел на вторую строчку, понятно, что еще не выступал Олег Сирки, ну и не факт еще, что Том Гюгебойр совсем не факт на второй строчке затормозиться. Ну вот с такой суммой 248 килограммов Том Гюгебойр вполне может попробовать где-то близко к призовой тройке все-таки финишировать в этой весовой категории. Пока лучшая сумма у Асена Мурадова из Болгарии. А вот так же неудачен третий поток, каков второй у польского штангиста. 136 номер на Патриисе. Киркос Каратино, Италия. Сэгэдэтех. Асэд Мурадов приготовился. Киркос Каратино. Из Италии. Невзирая на то, что он принимал участие в чемпионате Европы прошлого года. Занял там 9 место и у него есть олимпийский опыт. Лондонской Олимпиады. Ему всего лишь 18 лет и в 12-м году пока еще выступал он среди юношей. Сегодня на чемпионате Европы, взрослом чемпионате Европы он впервые в группе сильнейших. Ну и видите, 136 пытается затолкать. У него это получается. Лучший его результат был 104 и 128. Сегодня 105 в Рыскеве. Эти дважды выходил на 108 неудачно. А вот толкать он за год научился. Это не 128, а 136. Это уже совсем другая группа результатов. Асэн Мурадов из Болгарии. Для того, чтобы спорить Асэну Мурадову с Олегом Сирхи, нужно добраться до 140. Как минимум до 140. Для этого ни в коем случае нельзя срывать этот подход на 136. И считает, считает это по вкусу болгарскому атлету. Два к одному листь. Один судья усмотрел ошибку. Сейчас во втором движении Асэн Мурадов добрался до своего абсолютного максимума в предыдущие годы. 136 килограммов. Но сегодня в рывке он уже улучшил на 3 килограмма. Персональные достижения. Посмотрим, насколько он сможет пойти в сумме двоеборья. 140. С этого ракурса назад загидают хорошо. Ошивка. Надеюсь, не получил травму Йоши Абрачи. Ну что ж, сейчас болеем за Тома Гюги Бойера. 138 килограммов. Опытнейший ветеран тяжелой атлетики. Профессионально работающий врачом, для которого тяжелая атлетика это не профессиональное занятие. Но на протяжении многих-многих лет Том Гюги Бойер выступает на высочайшем уровне. Высочайшем европейском уровне. Как минимум. 138 килограммов. Встает. Мне кажется, уже задержал штангу на груди. Уже было понятно, что Том Гюги Бойер затолкать ее точно не может. Увы, увы, сейчас Том Гюги Бойер на втором месте. Понятно, что еще Олег Сирки, Сирги не выступал. И кто еще? Мирка с карантина не сможет достать Тома Гюги Бойера. Один подход есть еще у Евшего Брача из Испании. У Тома Гюги Бойера реальный шанс остаться в призовой тройке. Вот этим подходом, если Мирка с карантина фиксирует 138 килограммов, то Тому Гюги Бойеру это ни в коем случае не угрожает. До него Мирка с карантина не дотягивается. Для Тома Гюги Бойера наиболее опасен это Ешо Брача из Испании. Гельгиец-испанцы, испанцы обыгрывают в рывке на 3 килограмма. Но помните, Том Гюги Бойера 135 килограммов было во втором движении окончательный результат. И сейчас, если 138 Ешо Брача затолкает, то по собственному весу он Бельгийца обойдет. Хотя, вспоминая второй подход Ешо Брача, делать будет это испанцу непросто. И сейчас, если 138 килограммов, то есть 138 килограммов. Вот и Ешо Брача. 138 килограммов. Ну что, Том Гюги Бойер на пьедестале чемпионат Европы или нет? Все зависит от этого 20-летнего испанского парня. И вот этой штанге весом 138 килограммов. Том Гюги Брачи. 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 Том Дигиблэйр переезжает на третье место, ну а лидер Олег Сирки становится первым. Сумма 256 килограммов и только Асен Мурадов может исправить эту ситуацию. Ну что, кто кого? Асен Мурадов или Олег Сергеев? 140. Видите, тот же самый вес для болгарского штангиста. И смотрите, как чисто. Чисто Асен Мурадов фиксирует 140 килограммов. Есть два подхода у Олега Сергеев. Доволен Асен Мурадов. Впервые в его жизни медаль чемпионата Европы. Выступал он в прошлом году, был четвертым. Видите, четвертое место это очень хороший раздражитель для атлетов. Замер. Видите, Федор Касапу, олимпийский чемпион советской школы тяжелой атлетики. Сейчас он президент Федерации тяжелой атлетики Молдовы. Уверенно, уверенно толкает Олег Сергеев 145 килограммов. Он чемпион Европы. Он побеждал на европейском помосте два года тому назад. В прошлом году в борьбе уступил экс-болгарину Христову. Но Христов переходит в более тяжелую весовую категорию. И сейчас, видите, Олег Сергеев соперничает с другим болгарином Асеном Мурадовым. И в этом споре побеждает. Есть еще один подход в запасе у Олега Сергеева. Это уже такие показательные выступления будут. Не знаю, какой вес выберет. 155 за европы. Валентин Христов из Азербайджана. Тогда в Лондоне был третьим. Так вот, результат Ома. 125 в рывке и 168. Как раз он подтвердил рекорд Халила Мутлу. Работает. Работает. Сейчас, мне кажется, 155 килограммов, и Олег Сергий уже эмоционально будет друг друга не готовы. Понятно, что Олег Сергий выиграл чемпионат Европы, он первый во втором движении и в сумме. Ну и цифры забудутся, ну а медали останутся. Итак, подводим итоги этой самой легкой весовой категории до 56 килограммов среди мужчин. Первая весовая категория здесь на чемпионате Европы в Албании. Среди мужчин первое место в рывке Асен Мурадов из Болгарии. 118 килограммов Олег Сергий из Молдавии, 2 килограмма проигрывает Болгарскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok